Всем привет! Вы на канале Manhattan Love Rita. Если вы не подписаны еще на этот канал, подписывайтесь, впереди еще много нового и интересного. А мы начинаем. Сегодня я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу материнства. Что я думаю, как я с этим справляюсь. Я мама в первый раз, мне всегда удается справляться с какими-то эмоциями. Я думаю, я не одна, которая с этим справлялась. А еще сейчас наше неспокойное время, когда мы все переживаем в той или иной мере стресс и вогу. В общем, мысли становятся путанными. И очень важно не проецировать это на своих детей, будь то они маленькие или взрослые. Очень важно с этим совсем разбираться в своей голове, что я и делаю, во всяком случае стараюсь это делать. Напишите в комментариях, как вы справляетесь со стрессом, потому что мне было бы очень интересно и важно в данный период своей жизни это почитать. Хотела с вами поделиться тем, что находиться целый день дома с ребенком одной достаточно тяжело. И вот какие я для себя нашла выходы. Первое, что это хотя бы периодически, у каждого это по-разному, раз в неделю, два раза в неделю, раз в месяц, хотя бы периодически выходить на кофе с подружкой или на маникюр или на педикюр. При возможности ходить куда-то самой, без ребенка, без мужа, отдыхать мозгами, мне очень сильно помогает медитация, да, но это достаточно сложно сделать, когда у тебя маленький ребенок. Как это получается сделать не всегда, надо или рано утром просыпаться до того, как все домашние проснутся, или в обед, когда ребенок засыпает, уделить себе 5-10 минут, чтобы просто собрать все мысли в кучу и послушать свой внутренний голос. Мне еще очень сильно помогает уход за собой, что я раскрываю свою женственность, ухожу за волосами, за кожей, за телом, стараюсь это делать. Это не дает моим мозгам сойти с ума от того, что целый день погружена в ребенка. Да, конечно, как у любого живого человека, у меня бывают какие-то срывы, какие-то перепады настроения, какое-то разочарование, какая-то злость, но это у всех, и это нормально, этого бояться нельзя. Главное, что я это отслеживаю и стараюсь с этим как-то работать, потому что ребенка очень сильно люблю, как и любая мама. И пока ребенок маленький, особенно до 5 лет, это самое важное время, и я понимаю, что он растет, и то, что я сейчас в него вложу, так сформируется его будущее. Поэтому я воспитываю в первую очередь себя, а потом воспитываю ребенка. Естественно, рассказывать и рассуждать всегда легче всего, я с этим согласна. Но когда проговариваю это один, второй, третий раз, как-то оно больше все равно откладывается в голове. Понятно, что совершаю все ошибки, которые я думала, когда еще даже не была беременна, что, боже, как так можно? Ребенок там лежит, психует, грубо говоря, в магазине на полу, а мама никак не реагирует. И я там каждый раз себе думала, как так? Что это за мать? А теперь, когда у меня появился мой ребенок, и когда он показывает свой характер, я понимаю, что нельзя там, допустим, давать какую-то реакцию, потому что ребенок это увидит и потом будет этим манипулировать, пользоваться. В общем, у нас лично сейчас, у ребенка лично сейчас такой переходный период. Ему еще нет двух лет, но он уже так прощупывает, он понял, что он отдельная личность, он понял, что он может показывать характер, прощупывает мои слабые места. Мы с этим работаем, но я, чтобы не сходить с ума, занимаюсь своим любимым делом, стараюсь заниматься своим любимым делом, стараюсь уделять себе хоть чуть-чуть времени, стараюсь не забывать про мужа, уделять ему тоже время обязательно нужно, потому что первоначально был муж и я. Пишите в комментариях свои мысли по этому всему поводу, что вы думаете, как вы справляетесь с материнством, может, у вас какие-то есть советы, мне очень важно и очень интересно будет почитать, может, для себя что-то открою новое и интересное. Искренне верю, что этот выпуск для вас был полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии, всем мира и ритули, всем лентам, до новых встреч! Вот так вот.